здравствуйте мои шестеструные коллеги я переезжаю на youtube но также и мой телеграм-канал не будет заброшен я по-прежнему буду делиться с вами там полезные для меня для нас для всех информации то есть той информации которая была когда-то для меня полезной становление меня как действующего музыканта гитариста и той информации которую я изучаю вот прямо сейчас в общем будет интересно ну а сегодня здесь я бы хотел рассказать немножечко о том как использовать на примере пентатоники блюз ладо сегодня о том как использовать ну и любую другую гамму в импровизации как на самом деле она звучит когда мы играем соло потому что вот такого исполнения в соло мы редко можем встретить просто просто играние гаммы да вам в каком-то из боксов да в случае пентатоники боксов позиции туда-сюда вверх-вниз этого практически нигде не происходит происходит фразировка то есть из этих из этих нот мы строим мы строим фразы и тогда это начинает работать и звучать так вот давайте для начала я сделаю минусовку именно сделаю сам просто с помощью лупера сыграем просто такой неторопливый блюз шафл в тональности соль и затем поиграем на него и кое-что расскажу вам а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главное в темпе нажимать любую из этих нот и все будет работать И вот вы такие набрали, в интернете нашли эту гамму и играете ее И вот чудо, все вроде бы работает Но до тех пор, пока... Ну то есть, поиграв таким образом несколько квадратов, вы уже в принципе упираетесь в то, что... В то, что хочется сделать что-то еще, и вы по-прежнему не звучите, как ваши гумиры Играя верхний статоник Тогда вы начинаете фразировать И это становится похожим на музыку Но в любом случае, в какой-то момент вы упираетесь зачастую... Говоря вы, я имею в виду себя, свой опыт Я с этим сталкивался То есть, в какой-то момент упираешься... Так, секунду, остановлю В какой-то момент упираешься в то, что... Твои идеи исчерпываются, ну, по крайней мере, в одной позиции И ты начинаешь искать, где бы еще подсмотреть какие-то фразы Или ты уже недоволен этим блюзладом, ищешь какие-то дополнительные лады Которые могут сделать вашу игру более интересной Но все-таки, возвращаясь к блюзладу, такому, да, самому обычному Что можно все-таки сделать, чтобы это было интереснее Чтобы это звучало разнообразно Ну, для начала я вам открою секрет Что я до сих пор не могу сыграть, не задумываясь, пять боксов пентатоники Это не мешает мне импровизировать блюзи Вот, поверьте, вообще не мешает Мое мышление немножко другое Я мыслю не диагональными позициями на грифе А скорее мыслю, передвигаясь по одной, двум, трем струнам вверх Сейчас попробую это продемонстрировать Вот, например, о первом боксе В следующий бокс я перехожу, как бы Я в него въезжаю Вот еще один бокс Ну, следующий Это пятый бокс, да? Да И вот я снова в первом Ну вот, один из подходов Также сейчас я играл такие более-менее узнаваемые фразы Которыми пользоваются практически все блюзовые гитаристы Но на самом деле Можно попробовать сделать что-то необычное Можно попробовать двигаться, например На пятой, четвертой струне, допустим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, иногда я задействую третью струну На самом деле эта задача меня немножечко парализовала Но, тем не менее То есть можно Вы видите, что можно импровизировать И делать подтяжки На первой и второй струне И третьей Для этого вполне подходит басовая струна И фразы становятся немножечко другими, возможно, от этого Находится новая аппликатора Ну и таким образом На самом деле Вы можете Перейти в бокс Каким-то нетривиальным образом Да? В другой бокс Вот я на верху оказался, да? Через пятую, четвертую струну Ну вот примерно так для меня это происходит Следующая тема, которую хотелось бы затронуть Это петь вместе с гитарой Это очень помогает в построении гитарных фраз Даже если вы не ощущаете себя вокалистом И не хотите даже им быть Или вам не нравится ваш голос Или вы вдруг его стесняетесь там перед кем-то Занимаясь дома, вас никто не слышит И вы можете петь совершенно любым звукоизвлечением Любыми слогами, словами Любым удобным способом Я попробую это сделать Как бы это ни звучало Я не сильно об этом забочусь Просто поете и играете с гитарой На самом деле, открой секрет, что для меня На самом деле часто бывает Ну, чтобы войти в это состояние Я начинаю играть гитарные фразы И их пою Но через какое-то время Происходит чудо И вы начинаете Играть то, что поете А не наоборот И вот тут происходит креатив Тут происходит Вы начинаете петь гитарой Что, собственно, мы и ценим Во всех наших любимых гитаристах Давайте попробуем Тот же самый Минус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если где-то вы не попадаете Это не так страшно Главное начать это делать И Вы начнете играть на гитаре Мелодии, которую придумываете в голове То есть что-то напеваете Вы улыкиваете про себя И начинаете играть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, я описую Здесь на самом деле подходы Иногда я пою гитарные фразы Как вы заметили Иногда я просто хочу что-то спеть И играю это на гитаре Поверьте, как только вы начнете это делать Каждая ваша следующая импровизация Будет приобретать Новый уровень Осмысленности Мелодичности Уж точно не будет похоже на упражнение Будет похоже на пение Что, собственно, и требуется То, к чему мы хотим в результате прийти Петь на инструменте То есть Извлекать из него Любые мелодии Которые приходят к нам в голову Вот На этом, я думаю, на сегодня Достаточно Что-то более подробное Или что-либо еще Буду рассказывать В следующих видео Задавайте вопросы В комментариях Обязательно Все прочитаю Постараюсь ответить Либо в комментариях Либо запишу даже видео На особо интересные вопросы И не забывайте Подписываться Подписываться На мой канал До новых встреч Удачи